И сегодня дорожные службы Красноярска отрапортовали к зиме полностью готовы. Запаслись и солью, и песком для подсыпки магистрали и прошли первое испытание. Как городские службы справились с обледеневшими накануне магистралями, почему накануне были пробки до глубокой ночи и куда красноярцам жаловаться на скользкие дороги, расскажет Елена Иваницкая. Погода сегодня напомнила красноярцам, что живут они в Сибири. В Краевой Центр пришли первые настоящие холода, как полагается, со снегом и наледью на дорогах. Как следствие, водители сегодня едут осторожно и крайне медленно, в связи с чем повсеместно возникают заторы. Результат такой осторожности водителей – сравнительно небольшое число аварий. В утренний час пик на дорогах их насчитали не более 30. Автоинспекторы говорят, повлияла затяжная осень. Большинство водителей уже успели переобуть автомобили. Правда, накануне такая предусмотрительность не помогла. На обледеневших магистралях автовладельцы не сориентировались. Шел снегопад, бликовал асфальт и началось похолодание. Автомобилисты не были к этому готовы, не скорректировали манеру своего вождения. И примерно до часу ночи была очень сложная дорожная обстановка. Всего за сутки произошло 234 дорожно-транспортных происшествий. Это большая цифра для нашего города. И основная масса этих дорожных столкновений была именно в эти часы. За ночь дорожники подсуетились. На расчистку и посыпку магистрали они выгнали несколько десятков единиц спецтехники. Она работала до утра на всех сложных участках города. Мосты, путепроводы, безны, спуски подъема Белинского, Шахтера, 2-я Брянская, Копылова, Свободный. В принципе на сегодняшний день 205 выдала информацию, что у нас было заявок 205, порядка 60 заявок. Они в принципе уже были до того, как они были даны, они были уже обработаны дороги. Сегодня к полудню большую часть спецтехники уже отправили в гараж. Однако на самых проблемных участках города выставили дежурные посты. На тот случай, если вновь придется подсыпать магистрали. Работу дорожников будут тщательно контролировать, обещают в мэрии. Для этого машины оборудовали системой ГЛОНАСС. Дополнительно мы установили на самых сложных участках видеонаблюдение с тем, чтобы предупредить оставление ситуации по гололеду и обрабатывать необходимые химические материалы, которые я уже называл, до наступления сегодняшнего гололедца. Присоединиться к контролю за дорогами также могут и жители города. Оставлять адреса остановок, где не убирают снег или не подсыпают заездные карманы, горожанам предлагают на общественном портале «Наш Красноярск». Его модераторы обещают оперативно передавать информацию в департамент городского хозяйства и службу 005, которые должны на сообщение отреагировать. Все будет решаться в течение одного дня, как минимум. Вообще по регламенту срок исправления нарушений это 8 дней. Вы понимаете, что 8 дней для подсыпки это очень много. Нужно это оперативно решать. Для борьбы с гололедицей и снежным накатом дорожники уже приготовили 5,5 тысяч тонн песка, около 2 тысяч тонн соли и свыше 5 тонн специального противогололедного препарата. Запаслись и снегоуборочной техникой. В режиме готовности стоят 305 машин. При этом городские службы уверяют, если собственной техники им не хватит, то на помощь придут частные предприятия с почти таким же парком специального транспорта. Елена Иваницкая, Алексей Овсянников. Новости.